Добрый вечер, меня зовут Женя и сегодня я вам расскажу о криптографии и шифровании. С самого начала человечества люди накапливали и передавали свои знания. Некоторые знания были общедоступными, некоторые хранились в строжайшем секрете, но некоторые предназначались для конкретных людей. Одна и та же информация могла быть полезной в руках одного человека и в то же самое время нести огромную опасность в руках другого. Поэтому требовались методы, с помощью которых два человека могли бы общаться или передавать друг другу информацию, при том, чтобы третье лицо не смогло узнать ее. Именно разработкой таких методов и занимается криптография, о которой сегодня и пойдет речь. Это спартанская скитала, один из самых первых методов шифрования. Он представляет из себя трубку определенного диаметра и тонкую полоску пергамента. В таком виде на нем писалось сообщение, после чего пергамент снимали и передавали его. Сам по себе пергамент был просто набором букв, который не имел никакого смысла до тех пор, пока его не надевали на трубку такого же диаметра. Второй тип шифрования, который использовался более двух тысяч лет назад, это шифр Цезаря. В нем каждая буква обычного алфавита сдвигалась на определенное количество букв в алфавите. Легче понять это на примере. Здесь у нас зашифрованное слово. В нем каждая буква была сдвинута на три позиции в алфавите. То есть, чтобы расшифровать его, нужно сдвинуть каждую букву на три позиции назад. Если мы это проделаем, мы увидим, что Г будет становиться А, З будет становиться Е и так далее. В результате мы получим наше исходное сообщение. Сразу хочу ввести два основных понятия, из которых состоит абсолютно любой шифр. Алгоритм и ключ. Алгоритм это способ, с помощью которого осуществляется шифрование. В первом случае со скитала алгоритм будет это взять трубку определенного диаметра, намотать на нее пергамент, написать сообщение, снять пергамент. Во втором случае взять наше исходное сообщение, сдвинуть каждую букву на определенное количество позиций и передать его. Второе понятие это ключ. Ключ это параметр, который определяет конкретное преобразование для данного алгоритма. Опять же, в первом случае ключом будет это диаметр трубки, во втором случае это число сдвига, с помощью которого число сдвига букв. С помощью этого числа первый человек может зашифровать сообщение, второй может расшифровать. Шифр Цезаря относится к моноалфавитному шифрованию, то есть шифрованию, в котором в каждой букве обычного алфавита сопоставлена только одна буква шифр алфавита. Такой тип шифрования использовался достаточно долго, больше тысячи лет, но в конечном счете криптоаналитики, то есть люди, которые занимаются взломом шифров, с помощью так называемого частотного анализа научились их взламывать. В связи с этим наступает новая эпоха в шифровании, шифрование, в котором в каждой букве обычного алфавита сопоставлено уже несколько букв шифров алфавита. Опять же, лучше понять на примере. Самый популярный, один из самых популярных шифров в 15 веке был шифр виженера. Для его использования нам нужен ключ и таблица виженера. Допустим, мы хотим зашифровать слово улица. Мы берем наш ключ, это может быть абсолютно любое слово. Я выбрал слово снег и после этого запишем его циклический, то есть снег, 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 сек и так до тех пор, пока количество букв не будет равно количеству букв в нашем шифруемом слове. В данном случае нам нужно зашифровать только пять букв, поэтому мы пишем снег и еще раз букву С. А после этого используем нашу таблицу виженера и, как бы играя в морской бой, ищем сначала пересечение первых букв. На пересечении получаем букву Е. Затем вторых букв. Получаем букву Щ. И так далее. В результате мы полностью шифруем наше сообщение. К слову, если заменить наш ключ на абсолютно случайные буквы, причем чтобы длина их совпадала с длиной нашего сообщения, вот как, например, в данном случае должно быть шесть абсолютных случайных букв. И если мы в таком случае зашифруем его с помощью таблицы виженера, мы получим абсолютно невзламываемый шифр, либо абсолютно криптостойкий, который называется шифр Вернама или одноразовый блокнот. Были много других еще изысканных типов шифрования, обо всех, конечно, рассказать невозможно, хочу лишь упомянуть о интересном. Это криптограммы Томаса Бейла, ковбоя 19 века. В них зашифровано местоположение, объем и имена наследников его тайника с сокровищами. На сегодняшний день расшифрована только вторая криптограмма. Если видно, они все состоят из чисел. В нем каждое число отвечает за слово в Декларации независимости США. Если выписать первые буквы этих слов, мы узнаем, что в его тайнике спрятано золото и серебро на сумму в 20 миллионов долларов. Но, к сожалению, третья криптограмма с именами наследников и самая важная первая с местонахождением данного тайника так до сих пор и не расшифрованы. Несмотря на то, что это, в принципе, считается как легендой, поиски данного сокровища не прекращаются и до сих пор. В том же 19 веке на свет изобретается электрический телеграф. Чуть позже изобретается беспроводной телеграф. Информация начинает передаваться с большей скоростью и поэтому требуются новые способы быстрее ее шифровать. Так изобретаются специальные шифровальные машины. Может быть, кто-нибудь слышал название самой популярной шифровальной машины? Энигма. Совершенно верно. Энигма — это электрическая немецкая шифровальная машина, которая использовалась во времена Второй мировой войны. В принципе, ее действия я покажу на вот этой схеме. Допустим, мы хотим зашифровать букву B. Мы нажимаем ее на клавиатуре. После этого ток идет на коммутационную панель. Она вот здесь ниже расположена, вот эти точечки, где были установлены 10 кабелей, которые перенаправляли ток от одной буквы к другой. Как показано на схеме, было B, она перенаправилась на A. После этого ток шел на три последовательных ротора. Вот так они выглядели, где заново и шел по новому замысловатому пути. Вот тоже показано на схеме. И в конечном итоге он сталкивался с отражателем и шел в обратную сторону. В результате высвечивалась лампочка с новой зашифрованной буквой. Например, вот буква C. Если посчитать общее количество возможных настройок энигмы, это получится примерно 159 квинтиллионов. Это 159 и 18 ноликов после. После ввода каждой буквы роторы проворачивались, а первоначальные настройки энигмы менялись каждый день. Если кто-то и хотел взломать энигмы, у них на это было всего сутки. И в принципе это оказалось нереальной и нерешимой задачей. До тех пор, пока за нее не взялись Марьян Раевский, а позже Алан Тьюринг. Анализируя предыдущие сообщения, Алан понял, что немецкие шифровальщики используют очень много слов-клише. Например, каждое утро в 6 часов утра они передавали сводку погоды. Поэтому первое слово утреннего сообщения, первое зашифрованное слово, всегда была погода. Также он понял, что энигма не может зашифровать букву на саму себя же. А принцип ее действия подразумевает работу в обеих направлениях. Все это дало возможность создать так называемые замкнутые петли в шифре и сократить количество возможных комбинаций со 159 квинтиллионов до всего лишь 1 миллиона. Ну и последней изюминкой было создание бомбы. Но не этой бомбы, а вот такой бомбы. Это электрическая дешифровальная машина, которая, собственно, и занималась перебором остальных... Ну, их было несколько, которые занимались перебором остальных возможных комбинаций. В результате поиск правильных настройок энигмы в среднем занимал 2 часа. Что, естественно, дало возможность перехватывать и расшифровать сообщения и спасти миллионы и миллионы жизней во времена Второй мировой войны. После этого наступило мирное время, которое ознаменовалось началом информационной эпохи. Информация стала передаваться еще с большей скоростью, а существующие методы шифрования по-прежнему предполагали наличие общего ключа у передающей и принимающей сторон. То есть неважно, как быстро ваше электронное письмо могло быть доставлено на другой конец земного шара, неважно, как вы его зашифровали, все равно требуется личная встреча двух людей для того, чтобы они обсудили общий ключ. Чтобы первый с помощью него зашифровал сообщение, ну а второй его расшифровал. Поэтому это была на самом деле серьезной проблемой, и решить которую взялись вот эти ребята. Это Ральф Меркель, Мартин Хеллман и Уитфул Дифи. Они придумали новый метод шифрования, при котором не было нужды личной встречи для согласования ключа. Суть я его продемонстрирую на красках. Но для начала я еще введу некоторые обозначения, которые используются в криптографии. В криптографии Алиса всегда это человек, который передает информацию, хочет ее передать. Боб это тот, кто ее получает, принимает. А Ева это такой нехороший человек, который всегда подслушивает и хочет любыми способами, законными и незаконными узнать, о чем же они там общаются. Итак, к протоколу. Как я сказал, в принципе, можно показать на красках. Допустим, у Алиса и Боба есть общая краска, одна и та же, желтый цвет. И Ева, и они об этом знают. Они придумают свой секретный цвет. Например, Алиса придумала красный, Боб придумал синий. И при этом они друг другу не сообщают его. После этого они их смешивают с желтой краской. В итоге получается у Алисы оранжевый, у Боба мятный. Передают их друг другу и заново добавляют свои секретные цвета. В результате у них получается общий секретный цвет, который состоит из желтого, красного и синего. Но Ева, при том, что она не знает секретных цветов Алисы и Боба, не может никак этого общего цвета узнать. На практике же в конце получается общее некое число, с помощью которого можно зашифровать абсолютно любую информацию. Потому что сейчас вся информация в числовом виде передается. А общий цвет и секретный цвет называются, соответственно, открытый ключ и закрытый ключ. Такой этот алгоритм Диффи Халмана был почти не революционным, но не безупречным. Поэтому в 1976 году Адиш Амир, Рон Ривис и Леонард Адельман изобретают новый тип шифрования, который сейчас практически везде используется, так называемый RSA. В принципе, работа схожа с предыдущим алгоритмом, с одним лишь отличием. Теперь Боб придумывает открытый и закрытый ключ. Открытый ключ он передает Алисе и, в принципе, всем желающим, в том числе и Ева может его раздобыть. Алиса с помощью него шифрует свое сообщение, передает Бобу, а Боб с помощью своего закрытого ключа, который только у него, его расшифровывает. Ну, такую аналогию, в принципе, можно проделать. Боб, у Боба есть ящик и открытый замок. Боб передает Алисе открытый ящик и открытый замок. Алиса вложит туда информацию и захлопает замок. И передает обратно Боба. Поскольку у Боба есть ключ, он его может открыть. При этом Ева, она, ну, никаким образом не сможет расшифровать данную информацию. Более того, даже Алиса, если вдруг она забудет, что она зашифровала, она уже никаким образом не сможет расшифровать без вот этого закрытого ключа Боба. Цифровая реализация данного алгоритма представлена модулярной арифметикой. И, как я сказал, используется практически во всех операциях компьютера и интернета. Электронные письма шифруются, веб-страницы шифруются, проверка вашего пароля на сайте, банковские операции и многое-многое другое. Отдельной областью применения является цифровая подпись. Цифровая подпись – это аналог физической подписи на документе, на цифровом документе. Она делается примерно так же, как и RSA, только теперь Алиса придумает свой открытый-закрытый ключ. С помощью закрытого ключа она шифрует свой документ и передает его в интернет вместе с открытым ключом. И любой человек может его расшифровать. А поскольку связка открытый ключ-закрытый ключ единственна, и можно там с помощью специальных центров проверить, например, что она принадлежит именно Алисе, мы убеждаемся, что действительно этот документ принадлежит Алисе, его никто не исправил. То есть аналогично физической подписи на документе. В конце не могу не упомянуть о стремительно развивающейся квантовой криптографии, принципы которой основаны на законах квантового мира. Поэтому лучше, наверное, рассказывать его какому-то физику. Хочу лишь сказать, что такой тип уже квантовой криптографии активно используется во многих организациях и набирает все больше и больше популярности. Здесь я выписал несколько книг и видео, где можно посмотреть и послушать, почитать и послушать про ту или иную тему. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!